В основном в жизни человека имеется два важных решения. Самый важный момент в жизни человека – это когда, вставший перед вопросом вечности, он принимает свое решение – или жизнь с Богом, или без Бога. Тут, дорогие друзья, вопрос не времени, а вечности. Как Иисус Христос сказал, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Это решение, дорогие мои, потому самое важное, что оно определяет место, где мы будем проводить вечность. Но есть еще одно решение, которое весьма важно в жизни человека. Я бы сказал, что после урегулирования вопроса вечности, принятия Иисуса Христа как личного Спасителя, второе по важности решение христианина – это касательно его супружеской жизни. Насколько этот вопрос важен, мы видим из того, какое значение придает ему сам Бог. Заметьте, как еще до грехопадения человека Господь Бог установил супружескую жизнь, сказав, «Нехорошо бы человеку одному, сотворим ему помощника, подобного ему». Так что в самом начале Господь, Бог, определил супружескую жизнь, сочетав мужчину и женщину, чтобы их совместная жизнь была счастливой, радостной, полноценной и плодовитой. Почему так важен этот вопрос? Почему мы ставим его вторым по важности в жизни человека? А потому, дорогие друзья, что решение вступить в брак – это выбор, который определяет остальную нашу земную жизнь. Брак установлен Богом, и что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Это слова Иисуса Христа. Вот почему этот вопрос решения брака такой серьезный. Он касается выбора на протяжении всей нашей жизни. Если это так, тогда важно узнать, что необходимо для счастливой супружеской жизни. Посмотрите, как в течение всей истории человечества враг пытается разрушить этот Богом установленный союз. То, что Бог сочетает, враг пытается разлучить. Он вор и приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я, говорит Христос, пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком, чтобы нас осчастливить. Вот почему Христос пришел. Сделать нас радостными и полезными. И это также намерение Бога относительно семейной жизни. Его желание, чтобы она была счастливой и прославляла Его. В сегодняшней беседе я хотел бы затронуть хотя бы вкратце самые основные условия и правила, которыми нам следует руководствоваться, если мы желаем быть счастливыми в этой области нашей жизни. И в основу этой беседы мы возьмем первый отрывок второй главы Евангелия Тьяна. Думают, что место это всем нам известно. Тут говорится о браке в Кане Галилейском и о чуде, сотворенном там Иисусом Христом. И вот как раз в этом повествовании мы обнаруживаем то, что необходимо для такой радостной и полноценной супружеской жизни. Не без значения, дорогие друзья, что наш Господь Иисус Христос положил начало своему служению, сотворив чудо именно на браке. Он притворил воду вино. А вино прообразно в Библии говорит о радости. Поэтому первое, дорогие мои, что необходимо, это присутствие Господа в брачном союзе. Заметьте, что тут сказано в самом начале этого повествования. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. Без Его присутствия и участия наша семейная жизнь не может быть ни радостной, ни благословенной. Также не без значения, что это событие описано именно во второй главе Евангелия от Иоанна. Это подсказывает мне, что брак – второе самое важное решение, которое человек принимает в своей жизни. А о первом и самом важном решении говорится в первой главе этого Евангелия. «Перед тем, как я могу пригласить Иисуса быть хозяином в моей семейной жизни, я должен в первую очередь принять Его как моего личного спасителя и Господа». Заметьте, как в первой главе Евангелия от Иоанна подчеркивается именно это личное принятие Иисуса Христа. «А тем, которые приняли Его, верующие во имя Его, дал власть или право быть чадами Божьими». Затем в этой же главе приведены примеры шести человек и как они пережили эту личную встречу с Иисусом Христом. Тут упоминается Иоанн Креститель, Андрей, Иоанн, автор этого Евангелия, Симон, Филипп и Нафанаил. Каждый из них принял это главное и важнейшее из всех решения. Они приняли Иисуса Христа как своего личного спасителя. Об этом сказано в первой главе. А во второй главе, которая начинается браком, говорится о принятии Иисуса Христа двумя людьми в их брачный союз. Да, дорогие мои, так же, как мы некогда пригласили Иисуса в наши сердца, точно так же нам следует пригласить Его в нашу супружескую жизнь. Только тогда она будет счастливой. Но что значит пригласить Иисуса в семейную жизнь? Практически. Что это обозначает? Что она в себе включает? В первую очередь, пригласить Иисуса, будь то в нашу личную жизнь или в нашу супружескую жизнь, не значит, что мы избежим трудностей, испытаний или проблем. Нет. Заметьте, как сразу после того, как сказано, что Иисус был приглашен на брак, как говорится, о недостатке, о возникшей проблеме, не доставала вина, сказано тут. Да, дорогие мои, если Христос в нашей жизни, это отнюдь не дает гарантию, что не будут бури. Бури будут, недостатки будут, проблемы неизбежны, испытания возникнут. Но если Христос с нами, то мы имеем чудную привилегию в молитве обращаться с нашей нуждой к Иисусу Христу. Поэтому пригласить Иисуса, значит, установить в нашей супружеской жизни определенное место для молитвы. Первое, что мы на этом браке слышим, это молитву. Слушайте, матерь Иисуса говорит ему, «Вина нет у них». Дорогие мои, пригласить Иисуса, значит, в самом начале установить молитвенный алтарь в нашей жизни. Есть ли он у тебя, дорогой друг? О, какую привилегию имеет христианская семья, которая воздвигла свой молитвенный алтарь. Я бы его не заменил ничем на свете. Я теперь не говорю о личной молитвенной жизни. Она сама собой. Но молиться вместе с женой, с мужем, с детьми – это другое. Мы должны иметь и то, и другое. Из личного опыта могу сказать, что некоторые из наших ребятишек еще в малом возрасте пережили спасительную благодать именно в кругу семейной молитвы. Притом, сколько чудных ответов посылал нам Господь, когда мы вместе, как семья, взывали к Нему. А эти явные и конкретные ответы послужили ободрением и укреплением веры не только для наших детей, но и нашей веры. Какая печальная история. Первых двадцати лет семейной жизни Иакова, вы, может быть, помните эту историю. В течение всего этого времени в его жизни не было семейного молитвенного алтаря. Только когда он вернулся в Эфиль, он устроил там жертвенник. Подумайте, двадцать лет без семейной молитвы. Не мудрено, что жизнь его была полна горя и невзгод. Я лично убежден, что ответственность установления этого семейного алтаря лежит на главе семьи. Братья, вы должны принять это решение. Это ваш долг. Кто сказал, я и дом мой будем служить Господу? Глава семьи. Иисус Навин. О, дал бы Господь нам больше таких христианских семей, в которых молитва практикуется совместно и регулярно со всеми членами семьи. Молитва – это скрепляющая сила семьи. В Америке говорят, семья, которая молится вместе, она остается вместе. Но к этому семейному алтарю не менее принадлежит и Слово Божие. Молитва без Слова Божия тоже, что порох без пушки. Молитва во всем должна руководиться тем, что говорит Господь в Своем Слове. Мы не имеем права приказывать Богу, что Он должен делать. Молитва, надо нам, не для того, чтобы использовать Бога для своих интересов. Он знает, в чем мы нуждаемся. Он всегда готов нам помочь и ответить. Но в то же время мы должны покоряться Его воле. А Свою волю Он открывает нам в Слове Своем. Когда Матерь Иисуса сказала Ему, вина нет у них, то Господь упрекнул ее. Не потому, что она просила Его о помощи, она правильно сделала, но потому, что она имела свои интересы и хотела для этого использовать Христа. Это мы видим из сказанного ей Иисусом Христом. Что мне и тебе, жену, еще не пришел час мой. Однако, коль скоро она покорилась Его воле и передала все в руки Иисуса, то Господь ответил и дал ей просимые. Обратите внимание на то, что она говорит в следующем же стихе. «Что скажет Он, то сделайте». О, как важно, дорогие друзья, что Он скажет нам. И как мы можем знать Его волю, и о чем и как следует нам молиться, если не через Слово Его. Не пренебрегайте Словом, дорогие друзья. Пусть Библия займет первое и главное место на вашем алтаре. Тогда она, эта святая книга Божия, будет вернейшей путеводной звездой в течение всей вашей супружеской жизни. Читайте ее регулярно, систематически. Пошляйте детей ваших читать Библию. Пусть и они участвуют как в молитве, так и в чтении Слова во время вашей семейной молитвы. Включайте детей ваших с самого раннего возраста в круг вашего семейного алтаря. Пусть и грудной ребенок присутствует там. Итак, в молитве мы должны представлять Ему наши нужды и в то же время прислушиваться к тому, что Он хочет сказать нам. Дальше заметьте, что жизнь, построенная вокруг такого семейного алтаря, будет необыкновенной, интересной, захватывающей и полной сюрпризов и приятных неожиданностей. Она не будет обыкновенной, шаблонной, будничной. Нет, она будет самой оригинальной, потому что Господь в ней хозяин, и Он делает все незаимственно, у Него все оригинально. И чтобы наша жизнь была такой, нам нужно прислушиваться к Его голосу и делать то, что Он нам велит. Он нас никогда не подведет. В этом вы можете быть уверены. Как странно, Он говорит, наполните сосуды водой. А ведь мы просили вина, причем тут вода. Здесь как раз, дорогие друзья, этот важный принцип веры проявляется в жизни, в которой хозяин Иисус Христос. Для человека она кажется невероятной, неправоподобной и бессмысленной. Но тот, который научен Господом полагаться не на разум свой, но на то, что скажет Господь Иисус Христос. Тот знает, что посрамлен Он не будет. Он будет лить воду, потому что так велел Ему Господь. А результаты зависят от Господа. Это и есть путь веры. Вы заметили, как Христос исцелил десять прокаженных? Сказано, когда они шли, они очистились. Они увидели результаты только когда они пошли, как повелел им Господь идти и показать себя священникам. Да, дорогие мои, когда мы приглашаем нашего Господа быть хозяином нашей жизни, то мы можем ожидать чудо. Вся жизнь будет чудом, и мы не будем знать, откуда и как все приходит. И при том, больше того, о чем даже мы и смели думать, Господь нам даст. Да, жизнь веры – это жизнь полной чудес, славы и благодарений Ему. Дальше мы видим, что семейная жизнь, в которой хозяин Иисус Христос, обязательно послужит благословением и другим. Заметьте, как это повествование заканчивается. Иисус явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его. Дорогие мои, когда нашей семейной и супружеской жизнью руководит Иисус Христос, то обязательно будет этот двоякий результат. Господь прославится, и будут те, которые уверуют. Такая семья, в которой хозяин Иисус Христос является живой свидетельницей своему Господу. О, дорогие мои, как мир нуждается в таком свидетельстве! Много следовало бы нам сказать на эту тему, но время не позволяет. Мы только кратко затронули самые важные правила счастливой семейной жизни. Однако в заключении я хотел бы указать еще на один результат супружеской жизни, где Господа пригласили быть хозяином. Дорогие мои, когда жизнь наша под Господним контролем, то мы можем быть уверены, что лучшее еще впереди. Супружеская жизнь с Иисусом Христом во главе. С каждым днем делается лучшей, счастливой, радостной и полноценной. Точно так же, как вино, которое сотворил Господь, оказалось лучшим, чем то, что мог произвести человек, так и любовь между супругами, которые посвятили свою совместную жизнь Господу, будет возрастать. Она, подобно стезе праведного, как светило лучезарное, все больше и больше светлеет до полного дня. Да, с Господом возлюбленной мы всегда можем ожидать, что лучшее еще впереди слава и благодарение Господу. Дорогие друзья, для того, чтобы иметь счастливую и радостную жизнь, жизнь полную и благословенную, не нужно быть ни сильным, ни знатным, ни богатым. Не в этом счастье. Истинное счастье начинается, когда в жизнь нашу входит Иисус Христос. Пусть мы будем самым обыкновенным кустарником, но если Бог в этом кустарнике, то Он будет необыкновенным. Он будет гореть любовью и славой Божией, и не сгорит. Этот чудесный огонь Божьего присутствия, как в нашей личной жизни, так и в семейной, привлечет других к Иисусу Христу. Да, воистину Бог избрал незнатные, уничиженные и немощные мира сего, чтобы посрамить сильные и значащие. Но возлюбленные – дело не в простоте. Но секрет в том, является ли Иисус Господом в нашей жизни. Если Он занимает центральное место в нашей личной жизни и в жизни нашей семьи, тогда этот наш куст, пусть он будет самым заурядным кустарником, но зато он будет светом, горящим в нашем грехом омраченном мире. Когда этот Божественный огонь загорится, тогда наша жизнь примет новые и славные значения. Она прославит Бога и многих приведет к познанию нашего Господа. Сегодня, дорогой друг, тебе представляется чудная возможность принять это решение, если ты этого еще не сделал. Если ты еще не принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то ты должен начать с этого. Это самый важный выбор в жизни. А если ты и твоя супруга или твой супруг еще не приняли определенно это второе самое важное решение и не пригласили Христа быть главой вашей семьи, то я прошу вас, сделайте это сейчас, склоните ваши колены вместе и заключите этот завет с Господом сейчас. Не откладывайте это важнейшее решение. Пусть Господь поможет вам в этом. Субтитры создавал DimaTorzok